всем доброго времени суток дмитрий канал канадские реалии сегодня хочу поговорить с вами о визе quiet прошло уже достаточно времени с запуска этой программы правительства канады и огромное количество украинцев приехала сюда по этой визе поэтому поговорим о плюсах и минусах этой программы кому стоит ехать а кому может быть стоит воздержаться виза quiet это виза многие путают это с миграционной программы на самом деле это виза разрешение на въезд в канаду при чрезвычайной ситуации которая сейчас сложилась в украине то есть правительство канады организовал эту программу с целью помочь украинцам которые убегают от войны и давайте поговорим о плюсах этой программы первоочевидный плюс это то что можно быстро достаточно быстро въехать в канаду сроки рассмотрения увеличиваются потому что очень много заявок поступает каждый день много украинцев хотят уехать ну естественно потому что уже много месяцев продолжается война в украине сейчас сроки рассмотрения как я видел это от двух недель до месяца может быть даже чуть больше занять почему потому что 600 тысяч заявок было получено сейчас до этого момента с начала войны 300 тысяч заявок уже было одобрено и 100 тысяч иммигрантов уже приехала в канаду по этой программе следующий очевидный плюс этой программы то что весь этот процесс что что связано с подачей заявления заявкой любые физ которые связаны с этим вам не нужно будет платить из своего кармана все расходы связаны с подачей заявок и все что дальше рабочая виза все это будет оплачено государством все это бесплатно для граждан украины следующий плюс следующий плюс это то что вам положены одноразовые выплаты от правительства канады сейчас эти выплаты составляют 3000 долларов на взрослого полторы тысячи долларов на ребенка это поможет вам первое время как-то пока вы устроитесь на работу как-то прожить найти может быть какое-то жилье одноразовая выплата есть существует еще провинциальные программы в каждой провинции которые дополнительно дают какие-то деньги конечно же это большой плюс для приезжающих сюда следующий плюс программы это то что вам положено медицинская страховка это естественно хороший плюс потому что медицинская страховка в канаде она бесплатная за исключение провинции британская колумбия там тоже недорого это стоит украинцам которые приезжают сюда по программе quiet полагается бесплатная медицинская страховка это не включает в себя услуги дантиста например или там хиропрактора что-то в этом роде но вот основные все моменты там семейный врач все что вам нужно это будет покрываться медицинской страховкой и это медицинская страховка вам положено практически с первого дня как вы приехали в канаду следующий очевидный плюс этой программы это то что вы получаете открытую рабочую визу когда вы приезжаете сюда по программе quiet что такое открытая рабочая виза это намного лучше чем закрытая рабочая виза когда у вас открытая рабочая виза вы можете работать на любой работе вы не привязаны к одному рабочему месту это огромное преимущество потому что вы не зависите от одного работодателя когда вы приезжаете в канаду вы можете выбрать место работы и там скажем поменять работу перейти с одной на другую с этим нет никаких проблем а следующий плюс программы quiet это то что ваши дети могут бесплатно учиться в канадских школах также это очень удобно то что ваши дети могут пойти в канадские школы это абсолютно бесплатно образование в канаде она бесплатная для резидентов канады и вы также получаете это преимущество находя здесь если вы идете там в колледж скажем учиться то конечно это не будет бесплатно колледжи университеты стоит денег но ваши дети когда они будут учиться в школах это будет для них бесплатно и разобрались вроде с плюсами программы quiet давайте перейдем к минусов которых также хватает и первые минус программы quiet это то что программа quiet это разрешение на въезд они программа иммиграции то есть многие люди думают что до сих пор даже несмотря на то сколько времени уже прошло с начала запуска этой программы многие люди думают что программа quiet это какая-то программа по иммиграции да конечно эта программа дает возможность набраться канадского опыта работы и после этого подать на одну из программ иммиграции канадской однако сама по себе это не программа иммиграции то есть quiet дает вам возможность переждать скажем так какой то период в канаде так и написано сайте канадского правительства то что это временная программа которая дает вам временное убежище в канаде сроком до 3 лет то есть три года вы можете работать учиться все что вам нравится делать в канаде но по истечении трех лет вы должны будете покинуть канаду и вот многие люди не думают что это миграционная программа поэтому это ошибка второй очевидный минус программы quiet это то что без знания английского языка в канаде очень тяжело устроиться на работу что здесь сказать ну понятно что многие люди которые приезжают сюда знание английского у них хромает потому что когда люди убегают от военных действий здесь уже не до изучения английского конечно же то есть это уже emergency и в этом случае когда люди приезжают сюда в канаду у них такая ситуация складывается то что они согласны на любую работу и на любую работу можно устроиться без знания английского языка но чтобы устроиться на какую-то более не менее высоко оплачиваемую работу или ну хорошо оплачиваемую работу конечно же понадобится знание английского языка а у многих иммигрантов многих беженцев вот этого знания английского языка нет или знают английский язык но на базовом уровне что конечно же недостаточно чтобы занять претендовать на какую-то хорошую позицию следующий минус программы quiet это то что если беженцы и устраиваются на работу да то есть но ее нужно еще и поискать конечно же в канаде то есть правительство канады не предоставляет работу это ваша ответственность найти работу в канаде то есть если люди и находят работу по приезду то обычно эта работа не официальная и здесь я хочу немножко сказать что многие люди делают такую вот ошибку работают на неофициальной работе думая что таким образом потом у них будут какие-то шансы остаться в канаде подать на миграцию к сожалению когда вы работаете неофициально это считается нелегальной работой то есть весь ваш опыт все вот это время которое вы работаете на этой работе она не будет засчитана вам как какой-то канадский experience канадский опыт работы и у вас не будет возможности податься на иммиграционную программу конечно это удобно неофициальная работа потому что без знания английского быстрее берут не нужно платить налогов и много других разных плюсов можно пойти нам скажем украинцу какому-то работать наняться но скорее всего это будет неофициально поэтому если есть возможность устроиться официально конечно это будет лучше следующий минус это отсутствие поддержки канадского правительства канадского государства да вот программа есть опция для приезжающих канаду для беженцев есть существует то есть вы можете принципе приехать сюда но что вы будете делать дальше об этом к сожалению канадское правительство не позаботилась правительство стран европы предусмотрела программы когда они помогают беженцам долгосрочной перспективе есть какие-то выплаты даже есть предоставляют жилье беженцам но в канаде это отсутствует нет поддержки государства то есть детский садик например вам придется оплачивать своего кармана у вас нет пособия по безработице например то есть то здесь канадцам положено пособие по безработице то есть поддержка государства полностью отсутствует вы предоставлены сами себе и а пятый минус это тот факт что в канаде вам очень трудно будет найти жилье и будет трудно зацепиться в канаде сейчас банк канады продолжает поднимать процентную ставку цены на недвижимость продолжают падать однако это не касается цен на аренду жилья что происходит с ценами на аренду жилья они растут и растут очень быстро если вы хотите проверить сколько стоит аренда жилья просто зайдите на сайт например антас дать ей оставлю ссылку в описании вы увидите что с нам скажем еще два три месяца назад полгода год цены на аренду жилья были гораздо ниже гораздо ниже чем сейчас и это проблема особенно для новоприбывших потому что ну понятно что многие приезжают без денег или с минимальным количеством денег и это для них серьезная проблема таким образом что получается то что поддержки государства не существует поддержка государства отсутствует аренду жилья оплачивать очень тяжело многие прибывшие сюда делают еще такую ошибку то что сначала они ищут аренду жилья а потом пытаются найти работу сейчас на данный момент найти аренду жилья без работы будет очень тяжело очень тяжело подчеркиваю я это прекрасно знаю прекрасно вижу прекрасно понимаю потому что сам работаю агента по недвижимости здесь я знаю как это работает люди сейчас не хотят сдавать свою недвижимость за которой они платят огромные деньги потому что как я и сказал ипотека выросла платежи по ипотеке выросли они платят большие деньги сейчас по ипотеке и они не хотят сдавать людям которые может быть не смогут платить платежи помесячные не смогут платить аренду жилья поэтому сначала нужно искать работу чтобы показать собственнику что у вас есть работа что вы работоспособность что вы платежеспособны у вас есть чем платить ваш товар наш купец то есть вы должны это понимать и пытайтесь найти работу сначала первое время придется может быть пожить или у знакомых какое-то временное жилье постараться найти но нужно сначала найти работу потом уже подумать об аренде жилья таким образом вам это облегчит задачу намного если у вас будет постоянная работа надеюсь вам понравился вид санкт-катринс осенней канады здесь у нас сейчас довольно прохладно но вы видите что природа очень красивая поэтому если у вас получается приехать в канаду в это время года вы сможете насладиться вот всеми красотами природы которая сейчас у нас здесь есть спасибо за внимание оставляйте ваши лайки подписывайтесь на канал с вами был дмитрий скоро увидимся